Здравствуйте, я Лилия Игликова. О том, что происходит на авторынке Казахстана, говорим с политиком-экономистом Айдаром Алибаевым. Айдар Байдуалитович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, владельцы отправленных на штрафстоянки машин с российскими номерами вышли на митинги в Казахстане. Как выяснилось, из 210 тысяч машин 88 тысяч были сняты с учета в России и не были зарегистрированы здесь у нас. Вопрос, чего хотят добиться митингующие и кто виноват в сложившейся ситуации? Виноваты, во-первых, государства. Виноваты правительства, чиновники. По той простой причине, что уже однажды, наступив на эти грабли, как мы помним историю с киргизскими машинами, с армянскими машинами, они были похожи, эти истории, да? Вместо того, чтобы извлечь из этого какой-то опыт, какой-то урок, установить четко прописанные, доступные, понятные, однозначно трактуемые правила ввоза и пребывания иностранных машин, пусть даже это машины евразийские будут, из евразийского сообщества и так далее, и по которым было бы все понятно. Если бы такие правила были четко прописаны, то сегодняшней ситуации с российскими автомобилями просто не было. Поэтому в этом смысле однозначно виновата власть. Второе, но я даже не могу, у меня язык не поворачивается, назвать самих людей виноватыми. Почему? По одной простой причине, что когда в собственной стране невозможно купить по разумной цене автомобиль, тем более с учетом того, что 80, если не больше процентов населения в нашей стране, они имеют невысокие доходы и новую машину, дорогую машину себе позволить не могут, но поскольку машина в хозяйстве нужна, они ищут возможность ее приобрести. И если в своей стране это невозможно, то они идут на другие рынки и, пользуясь вот это отсутствие нормальных, четко прописанных и жестко исполняемых правил, они берут все риски, последствия этого поступка на себя, покупают машину в России, потому что она там чуть ли не в два раза дешевле, и везут ее сюда. Тем более, что они имеют опыт, они знают, что вот год назад там армянские и киргизские машины для них пошли навстречу, дали им возможность, значит, ездить в стране, значит, нам тоже дадут. Понимаете, опять же, все упирается в отсутствие жестких правил. И я бы еще хотел такой момент добавить. Вот этот дефицит машин, который образовался в стране, это вообще нонсенс, это абсурд. Почему? Мир переполнен машинами. Только легковых автомобилей сегодня в мире больше, чем один миллиард. Причем, что интересно, десятки, если не сотни миллионов новых автомобилей на Западе стоят нереализованные. Огромные площади в степях, в пустынях, в аэропортах, еще где-то свободные, забиты новенькими машинами. Почему? Потому что заводы печатают эти машины, каждые два года выходят новые модификации и так далее, не успевают их продать, и все идут новые и новые, идет перепроизводство машин. В мире производств, перепроизводств не знают, куда их деть. А у нас наши чиновники довели голод на машины до такой степени, что толкают людей фактически на преступление. Потому что они, когда сюда завозят машину, они попадают под наше уже законодательство, пользуясь которым полиция забирает у них машины и ставит на штрафстоянку. Поэтому логичным и вполне объяснимым следствием вот такой вот, извините меня за выражение, идиотской ситуации являются автомитинги. Являются автомитинги. И сейчас, если эти автомитинги, которые во все уйдут, вот в Костанай, Ак-Тебе, Уральске и так далее, в Астане даже, если они будут продолжаться, и если активность их не будет снижаться, а будет увеличиваться, власть опять, который раз пойдет на уступку и будет регистрировать эти автомобили. Я считаю, что эти автомобили должны быть зарегистрированы в Казахстане по нормальной цене, по маленькой цене, не превышающей 500 тысяч тенге. Почему? Потому что если власть допустила эту глупость, допустила отсутствие жестких правил, допустила появление этих автомобилей в стране, регистрируйте, это ваш косяк. Это ваш косяк. Закон издает государство. Человек с нормальной психикой и здравым смыслом, это нормально, когда он ищет пробелы в законодательстве и пользуется ими к своей выгоде. Задача государства – нормальные законы и правила выпускать. Но, тем не менее, вы сами сказали, что владельцы автомашин с российскими номерами взяли на себя все риски. Приобретая эти авто. На что они рассчитывали? Ведь они прекрасно знали, что не смогут зарегистрировать свои автомобили здесь, в Казахстане. Да. Я согласен, что при покупке, и особенно при той покупке, когда он снимал ее с учета, там машина получалась уже ничья, и он заезжал. Да, они брали риски на себя. Я думаю, чем они руководствовались? Во-первых, конечно, они руководствовались желанием приобрести автомобиль в два раза дешевле или почти в два раза дешевле, чем у нас. Потому что сегодня для многих семей автомобиль – это кормилица. На нем можно таксовать, таксовать, на нем можно какой-то небольшой бизнес осуществлять и так далее. Это первое. И второе, они рассчитывали на аналогию. Если киргизскими номерами год-два назад и армянскими номерами власти вынуждены были зарегистрировать, значит и нам пойдут навстречу. И я скажу, что какая-то логика в этом есть. Еще раз повторюсь, если ты как государство не в состоянии сделать, навести порядок в правилах и так далее, навести порядок на границе, тогда исправляй свои косяки. Еще раз вернемся к цифрам. Из 210 тысяч машин с российскими номерами 88 тысяч были сняты с учета в России и не были зарегистрированы здесь. Но вопрос. Если даже машина зарегистрирована в России, а находится фактически здесь, в Казахстане, то что происходит? Налоги платятся там, а воздух загрязняется здесь и дороги используются здесь? Да. Получается так. Получается так. Разве эту ситуацию не должно как-то было контролировать? Это то же самое. Это продолжение того, что я уже сказал до этого по установлению четких правил. Но ведь посмотрите, когда мы берем визу туристскую, допустим, в чужую страну, мы же не рискуем задержаться сверх срока, потому что мы знаем, что если на границе, когда рано или поздно, ты поедешь домой, тебя оштрафуют и очень сильно. И насколько мне известно, в разных странах, да, ну, разные правила, но есть очень-очень серьезные штрафы. И мало кто позволяет себе нарушать визовые законодательства, оставаться в стране. Все уезжают вовремя. То же самое и здесь. Установите нормальные правила. Где наши эти чиновники? На что они вообще способны? Они не только не способны развивать страну и делать что-то созидательное. Они только разрушают только все. Они делают все против народа. Они самые простые вещи не в состоянии сделать. Доступные правила, которые умещаются на один листочек и может висеть на каждом пограничном пункте, когда человек, прежде чем заезжать, зайдет и посмотрит, что ему можно, что ему нельзя. Как влияет на эту ситуацию утиль сбора, введенный в Казахстане пять лет назад? Утиль сбора на это влияет исключительно негативным способом. Почему? Потому что доходит до абсурда, что за счет утиль сбора цена такой же машины у нас в Казахстане, ее постановка на учет в органах полиции обходится дороже, чем он ее там в России купил. Ну, разве это не абсурд? Разве это, извините, это разве не бред? Сам по себе утиль сбор, у нас он какой-то, знаете, вообще высосанный, непонятно из какого пальца, представляет из себя миллионы тенге, от полмиллиона до шести миллионов тенге, в зависимости от класса машин, грузоподъемности, объема двигателей и так далее, и так далее. Во всем мире, в цивилизованных, в автомобильных странах 100-150 евро. Причем исключительно важный момент. Почему этот огромный, неразумный, абсурдный утиль сбор взимается в самом начале при покупке автомобиля? Ну, откуда, почему он должен? Машина, может быть, прослужит еще 20-25 лет, и там пятый покупатель этой машины, может быть, увезет ее в Киргизию, или в Узбекистан, или там, я не знаю, в России, условно говоря, да, и там эта машина будет утилизирована. А утиль сбор здесь уже взяли. Это не имеет права так делать, это неразумно и нелогично. Утиль сбор производится, когда владелец видит, что его машина достигла крайней степени износа, он знает, что уже ее ремонтировать дороже, чем утилизировать. Он едет на специальное предприятие, на свалку, там имеется свалка у этого предприятия, заводик по утилизации, он сдает эту машину, платит сумму эквивалентную 100-150 долларов или евро, и получает взамен, он отдает машину, где ее цивилизованно разбирают, утилизируют. Взамен он получает сертификат, в котором там даже небольшая сумма может быть, процентик какой-нибудь на то, когда он ее покупает новую машину, предъявляет, имеет какую-то льготу. Вот это цивилизованный путь. У нас это одна сторона. И вторая сторона, деньги от утилизации у нас непонятно куда идут. Как известно, оператором этих денег, этих сборов огромных, астрономических, является некое частное товарищество, роб, так называемое. Так? Как она распоряжается, это товарищество, этими миллиардами, мы не знаем. И я считаю, это абсолютно незаконно. И не говоря уже о том, что это просто нечестная игра. Так что же, по вашему мнению, происходит? Мы знаем, что утилизационный сбор это сбор на утилизацию автомашины. Но у нас, насколько мы видим, на эти деньги автомобили никто не собирается утилизировать. Тогда на что же этот сбор? Я не знаю, на что эти деньги идут. Я не знаю. Эти деньги идут частному оператору, который распоряжается ими по собственному, как говорится, усмотрению. Это раз. Второе. Цивилизованного, нормального завода по утилизации автомобиля, свинцовые аккумуляторы здесь, кресло здесь, кузов здесь, резина здесь и так далее, и так далее. Я не знаю, есть ли у нас такие заводы вообще, которые цивилизованы, грамотно, технологически, с минимальным загрязнением окружающей среды. Есть ли у нас такие заводы? Не знаю. Даже если бы они были, может ли сумма утилизации, то есть расходы на утилизацию достигать 6 миллионов тенге? Конечно нет. Я уже об этом сказал. Конечно нет. Разумно. Тем более мы не являемся даже производителем. Все на халяву, все за счет чужого. Понимаете? Машины не наши, а утилизационный сбор астрономический выше, чем в Германии, выше, чем в Японии. Выше, наверное, чем у полмира вместе взятого. Известно ли вам хоть что-нибудь об утилизации автомобилей в Казахстане? Нет. Я уже сказал. Я не знаю, есть ли у нас такой заводик современный, отвечающий всем технологическим, экологическим и прочим-прочим требованиям. Я не знаю. Но я склонен думать, что такого нет. И вообще утилизации, как таковой, наверное, нет. Наверное, какие-то свалки где-то есть. Мне не доводилось бывать в Казахстане на свалках. Хотя свалки автомобильные в Америке я видел, заходил, смотрел. Мне было любопытно. И потом, очень важный момент. Ведь государство эту проблему создало собственными руками. Вот в 2009 году я был в Соединенных Штатах, я купил там машину и путешествовал. Потом я ее сюда привез. Тогда, даже несмотря на то, что весь рынок растаможки был исключительно коррумпирован, тотально коррумпирован. Растаможка была доступная, вполне разумная такая, да? И без проблем растаможили. И куча людей кормилась и завозили эти машины вполне приличные, новые и свежие. От двух до пяти лет возраста. И в Алма-Ате, и в Казахстане вообще не было проблем купить хорошую машину. Сегодня, когда машину невозможно купить стало, понимаете? Во-первых, так называемый казахстанский автопром, ну, это только в кавычках можно его называть. Новые машины из развитых стран Японии, Германии, США, они доступны пяти или семи или восьми процентам населения. Основной массе они недоступны. Нормальных, недорогих, качественных машин в Казахстане нет. Автомобильной промышленности в Казахстане нет. Казахстанских машин, на мой взгляд, в Казахстане нет. А то, что мы называем так называемыми казахстанскими машинами, казахским автопромом и так далее, и так далее, это чистой воды лукавства. Лукавство. И Балушкин, так называемый автопромышленник, ну, он прекрасно доказал все это кидалово. Всю ее суть вывернул наизнанку, вовремя слинял со своими всеми миллиардами нашими. Вот казахский автопром. Давайте тогда вернемся к истории обсуждения этого вопроса в Казахстане. Мы помним, в 2015 году Осет Исекешев предложил ввести утилизационный сбор на ввозимые в страну автомобили. Я процитирую. Во-первых, он компенсирует снижение импортных пошлин, связанных с обязательствами перед ВТО, то есть защищает рынок от импорта. Во-вторых, ограничивает ввоз автомобилей, произведенных в странах ЕАЭС, которые освобождены от уплаты таможенных пошлин. Вопрос, выполнило ли введение этого утилизационного сбора какую-либо функцию из заявленных? Конечно, нет. Осет Исикешев, когда вот такую аргументацию приводил, он стоял перед вопросом исполнения задачи оправдать и обосновать введение вот этого ненормального, абсурдного утилизационного сбора. И вот этот бред, который он говорил в качестве обоснования, он и был придуман. Наши чиновники, знаете, когда им надо, они обоснуют все, что угодно. Они обоснуют абсолютно любой абсурд. Зачем тогда надо было вступать в ЭТО, стремиться, стране, которая ничего не производит, для того, чтобы на автомобиль, которые упали пошли, компенсировать их утилизационного. но более дикого утверждения, но просто сложно придумать. Наши чиновники, они эквилибристы с точки зрения заговорить мозги, а с точки зрения созидательного процесса, с точки зрения реального развития страны, это полные нули. Могли бы вы сейчас обрисовать общую картину, в каком состоянии находится автомобильный парк в Казахстане, где можно купить сейчас машину выгоднее? Вы знаете, я даже своими глазами это вижу. Я за рулем езжу уже больше четверти века, и прям невооруженным глазом видно, как вот стареет, вся окружающая тебя автомобильная среда. Мы превращаемся в страну автохлама. Мы с точки зрения автохлама мы на уровне Зимбабве, мы на уровне стран, африканских стран ниже Сахары. У нас около 50% всего легкового автопарка, а это около 4 миллионов машин, старше 20 лет. Плюс где-то 25% старше 10 лет. То есть иными словами 75% у нас рынка, не рынка, а ездящих машин старше 10 лет. Иногда нам эти машины страшно смотреть. Это ведет к аварийности, это ведет к нарушению экологии, все дымят, посмотрите, что вокруг творится. Это абсолютно ненормально. на фоне того, что кто-то бьет себя в грудь из чиновников, что мы в 30-ку стремимся, в 50-ку стремимся. О чем вы говорите, посмотрите, на каком старье. Но даже стыдно, стыдно за наши машины. Просто другого слова я не нахожу. О политике государства в этом вопросе. Мы помним, что многие миллиарды были вложены в развитие отечественного автопрома. Теперь уже многие эксперты берут это словосочетание в кавычки. Был введен утильсбор космических размеров, о чем мы сегодня с вами уже говорили. Были придуманы ограничительные меры против ввоза автомобилей из-за границы. И что мы имеем в итоге? Картина очень печальная. Да, картина очень печальная. В результате мы имеем то, что имеем. хотя я скажу вам в свое время вот на этом рынке работали занимали себя какой-то деятельностью зарабатывали кормили свои семьи по разным оценкам от 200 до 250 тысяч человек по Казахстану. Если умножить и что за каждым стояла семья то отношение к автомобильному бизнесу так называемых так называемых серых дилеров которых правдами и неправдами давили и ограничивали наши владельцы автосалонов которые имели за собой административный ресурс правдами и неправдами они ограничивали и лоббировали законодательство против них с семьями это около миллиона если не больше граждан нашей страны с одной стороны мы кричим у нас нет работы нам надо как-то думать о самозанятых и так далее а с другой стороны мы сами уничтожаем людей с точки зрения того что они где-то могут зарабатывать а ведь вернуть и дать людям возможность во-первых зарабатывать во-вторых привозить в Казахстан нормальные машины пусть не новые пусть не дорогие но 2-3-4 летней давности можно все это разрешить и сделать розчерком пера во-первых снизить таможенные пошлины раз во-вторых сделать цивилизованный утиль сбор на уровне 30-40-50 тысяч до 100 тысяч ладно грузовики вот и все люди зашевелятся они в течение полгода привезут отличные машины и этот дефицит исчезнет это раз и второе посмотрите сегодняшний дефицит который возник когда нельзя купить машину из-за которого этого дефицита рынок вторичных машин подорожал ужасно год назад машина которая полмиллиона стоила сегодня стоит 2-3 миллиона ведь он еще какую вещь показал он показал что наш АКЗ Автопром он отсутствует его нету потому что стоило возникнуть проблема где наша машина потому что поставок нет потому что это еще раз доказываю никакого КАЗ Автопрома в нашей стране никогда не было и вообще когда в мире перепроизводства автомобилей качественных дешевых зачем лезть туда куда где вы ничего не умеете сколько раз уже говорилось машины прекрасные в мире есть дешевые и качественные зачем нам этот КАЗ Автопром который собирает на 3 шурупа Лады китайские машины корейские машины конечно будут брать и льготное автокредитование было направлено именно на то оно же было ограничено только для тех кто покупает казахстанский автомобиль так называемый это все было направлено чтобы за уши их поднять чтобы у них кто-то что-то покупал и людям от безвыходной ситуации ничего не оставалось как брать эти машины а на самом деле я призываю к тому отпустить это все и это в руках властей буквально двумя-тремя розчерками пера почему же по вашему мнению эти розчерки пера не совершаются вы предлагаете ведь простые и очевидные пути выхода из сложившейся ситуации да вот этот вопрос непростой к сожалению к сожалению напрашивается вывод следующий проблемы чаяния и нужды народа нашу власть знаете не сильно задевают они действуют в собственных интересах раз они действуют под давлением более сильных игроков на мировых рынках два не в состоянии противодействовать и отстаивать национальные интересы и они не двигаются по пути развития страны к сожалению нету созидания нету созидания спасибо вам за интервью спасибо вам спасибо вам спасибо вам